Во дворе 65-й школы собрался практически весь поселок. Чествовать Героев Победы пришли сотни семей. 187 краснополянцев не вернулись с боевых полей во время Великой Отечественной. Тех же, кто боролся с фашистскими захватчиками, осталось 8 человек. Из года в год героев почитают возложением цветов к мемориалам и минутой молчания. Вот уже второй год жители Красной Поляны участвуют в акции «Бессмертный полк». Несколько семей осталось без своих дедов, отцов. Потому память, естественно, она остается всегда. Не было никакой необходимости людей сюда звать, агитировать. То есть они пришли сами. Традиционным завершением шествия стала полевая кухня, где все желающие могли отведать настоящую солдатскую кашу. Особенно вкусной она была в горно-туристическом комплексе «Горки-город». 9 мая в этом всесезонном курорте отмечают ежегодно и каждый раз устраивают новые сюрпризы для ветеранов. На этот раз в небо были выпущены сотни белых воздушных шаров. Для нас они все в строю. Они для нас главное мерило. И то, как мы умудряемся сегодня их помнить, как по-настоящему уважать, это и проявляется в таких праздниках. А на самом деле «Горки-город» считает за честь поддержать наших ветеранов. И все, что мы сегодня для них делаем, это просто маленькая толика того, что мы должны перед ними сделать. Праздничный стол и выступления местных ансамблей прошли в ресторанном дворике «Горки-мол». Коллектив горнолыжного курорта подготовил своеобразный аналог бессмертного полка. На фотографии героев Победы, которые появлялись на экранах, с особой грустью смотрела Анна Даниловна. Ей было всего 15 лет, когда началась война. С этого возраста она стала работать на северо-кавказской железной дороге. Я работала на подъемном кране, потом перешла на паровоз к очагарам, потом к помощникам машинистам. И там я кончила войну. Я очень кланяюсь всем тем, кто не вернулся. Коллектив курорта «Горки-город» подготовил ветеранам и красочный 12-килограммовый торт. Кроме того, каждому вручили цветы и персональный подарок.